Пещерное искусство современного века. Теперь оно не требует охры, скребков и прочих первобытных инструментов. Красочные картины на каменном полотне создают светодиоды и прожекторы, эффектно дополняемые мелодиями золотой классики. Инновационно, экологично, а главное без вреда для пещеры и её рукокрылой фауны. Здесь мы ушли от концепта каких-то ярких лучей лазерных. Мы сделали очень тонко подошли, очень тихая музыка. Подсветка, она помогает людям увидеть самые-самые красивые, уникальные объекты на сводах и стенах пещеры. Директор проекта заверяет, разработка уникальная и аналога в Сибири не имеет. Впрочем, как и сама пещера, которая является достоянием республики. И стал актитовым чудом, как её прозвали местные, за большое количество натёчных элементов. А ведь всего несколько лет назад экологи буквально били тревогу. Из-за пагубных и бесконтрольных действий человека объект находился на грани исчезновения. Новая история Бородинской пещеры началась с 2020 года. Когда по решению главы Республики Хакасия Валентина Олеговича Коновалова на Совете развития Республики Хакасия было принято решение о создании современного нового туристического маршрута в пещере Бородинской. Это, конечно, гордость наша и это точка притяжения туриста. И большой потенциал на будущее у Бородинской пещеры. И в настоящее время, начиная с 2020 года, туристический поток вырос уже в 11 раз. О том, как в пещере было и стало, не понаслышке расскажет экскурсовод Галина Наумова, которая не только стоит у истоков проекта, но и знакома с объектом со школьной скамьи. Я помню Бородинскую пещеру с 1976 года. Я ещё тогда училась в шестом классе. И здесь, конечно, была полная неустроенность. Беспорядок был. Конечно, неотмытые натёчные образования были. Сталоктиты и сталагмиты мы сейчас наблюдаем совершенно в другом свете. Они как будто только что выросли. Сейчас Бородинская пещера носит статус памятника природы и является заповедной территорией. Поэтому цель одноимённого туркомплекса прежде всего в сохранении её первозданной красоты, а также в умелом донесении её до жителей и гостей республики. Проект реализуется при активной поддержке регионального правительства. Общая сумма грантов, выданных инвестору, уже превысила 10 миллионов рублей. Екатерина Камышева, Василий Конзычаков, РТС.